Нажал на запись, хотел бы от вас получить обратную связь, слышно, видно, я смотрю, что у кого-то было очень тепло сегодня, да, минус 18, минус 21, ну, значит, зима уже близко, да, значит, скажем так, транспортный коллапс у нас вот-вот на носу, в огромном количестве городов, регионов Российской Федерации, где, скажем так, 65% территории находится в зоне вечной мерзлоты, администрации, скажем, наших городов, поселков, районов, там, краев, неожиданно поймут, что, оказывается, зимой бывает снег, вот, и опять всегда будут оправдывать, что они этого не ожидают. Итак, коллеги, у нас сегодня с вами речь пойдет о компании Skyway Capital, то есть на презентации данной структуры вы сейчас находитесь, спасибо за ваши плюсы, поэтому не будем, скажем так, все откладывать, да, сразу же перейдем, наверное, к делу, презентация будет состоять из двух частей, как это мы делаем обычно, вот, единственное, скажем так, те люди, которые давно они не были, ну, не то, чтобы удивятся, но увидят, что мы немножко формат все-таки изменили, потому что мы меньше и меньше говорим о том, что было тогда-то и, в принципе, сейчас уже ориентируем людей на то, что происходит в данный момент и на события, которые ожидают нас в недалеком будущем, да, уже совсем близко, совсем рядом, вот. Первая часть будет все равно у нас информация о непосредственной технологии, которую разработал Анатолий Дарвич Юницкий, которую вы увидите сейчас на слайде, да, и вторая часть будет об инвестиционном предложении компании Skyway Capital. Конечно же, начиная рассказ о технологии, о технологии струнного транспорта, да, мы говорим больше все-таки о транспорте, хотя, в целом, Анатолий Дарвич Юницкий часто рассказывает именно о струнных технологиях. То есть струнные технологии, это не только транспорт второго уровня, это также строительство мостов, строительство взлетно-посадочных полос, строительство портов, которые могут быть вынесены на естественные глубины в акватории морей и океанов, да, это строительство зданий высотного типа, ну, не совсем, может быть, небоскреба, но тем не менее, да, зданий коттеджного типа для людей, которые могут проживать в этих зданиях, на крыше которых будет расположен, скажем, как участок земли, на котором можно что-то выращивать. Об этом тоже часто говорится. Но в основном, конечно, мы время уделяем именно транспорту. Почему? Ну, наверное, это та отрасль, с которой большинство людей ежедневно практически связаны, да, и в ней существует большое количество проблем. Причем проблем, начиная от стоимости этого транспорта, да, стоимости проезда из точки А в точку Б, ну, и заканчивая такими вещами, как безопасность и комфортность преследование в этом транспорте. И именно об этом идет речь, именно, скажем так, в тех недостатках, которые существуют в четырех транспортных системах, а это автомобильный транспорт, это железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, воздушный, речной транспорт, да. Анатолий Дарвич Юницкий, ему пришла идея усовершенствовать транспорт. Когда-то это был транспорт будущего, да, в 70-е годы, в прошлом столетии. Сейчас мы говорим о том, что мы планируем в ближайшее уже время совсем вывести на международный транспортный рынок новую инновационную транспортную технологию, которая, скажем так, в перспективе освоит порядка 30-50% всего мирового транспортного рынка и система, которая решит огромное количество проблем, существующих в транспортном отрасли. Какие, мы с вами еще посмотрим ролики и, в принципе, будет слайд, на котором они перечислены. Нельзя пройти мимо человека, который, скажем, все это дело организовал, возглавил, да, и сейчас реализовывает. Это Анатолий Дарвич Юницкий, наш руководитель, президент группы компании Skyway, генеральный директор предприятия под названием струнные технологии, находящегося на территории Республики Беларусь. Он же является генеральным конструктором струнных технологий. Начал он этим заниматься еще на территории бывшего Советского Союза, в котором он родился, это территория Республики Беларусь нынче. Раньше это была просто Гомельская область Советского Союза, было такое государство. Поэтому его и называют российский, белорусский, советский ученый, предприниматель, изобретатель. За время своей научной деятельности, за время, скажем так, конструкторских разработок у Анатолия Дарвича Юницкого более 140 изобретений. Он автор более 200 научных работ, есть 18 монографий, которые вышли, скажем так, из-под его руки, и с большим количеством этих работ вы можете ознакомиться на сайте, который расположен, точнее адрес которого расположен на данном слайде внизу, в квадратной рамке, точнее прямоугольной, которая выделена. На этом сайте есть большое количество информации, посвященной техническим аспектам технологий, которые предлагает реализовывать Анатолий Дарвич Юницкий. Экономические расчеты, почему это эффективно. Большое количество, скажем так, печатных материалов, видеоматериалов и вплоть до государственных контрактов на строительство дорог по струнным технологиям, которые были подписаны в начале, скажем так, нашего тысячелетия. Дважды Организация Обменных Наций выделяла на развитие и внедрение данной технологии денежные средства. То есть Анатолий Дарвич дважды руководил проектами Организации Обменных Наций. Эксперты данной структуры давали свое заключение экспертной оценки по технологии, писали, почему выгодно и перспективно развивать данные транспорта, и на основании этих экспертных оценок Организация Обменных Наций выделял денежные средства ну и немаловажный факт то что в начале 80-х годов прошлого еще столетия анатолий дарычунецкий стал членом федерации космонавтики ссср которая одна из первых признала всю перспективность эффективность до разработки данной технологии внедрения на тот момент на территории советского союза не то чтобы с целью обогнать весь земной шар но тем не менее мы могли быть первопроходцами до в том чтобы реализовать технологию на территории ссср либо сейчас скажем так странные с нанды и потом с этой технологией выйти на мировые транспортные рынки что в принципе мы сейчас и делаем анатолий дарычунецкого три высших образования одно из них это первое самое инженер транспорта второй образовании проектирование патентное право изобретательства и третье проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений на данном слайде вы видите преимущества данной технологии по отношении к тем транспортных системам которые в принципе для нас является привычным то что я сказал в начале вебинара да что пришла зима и скоро мы с вами увидим скажем так большущие пробки и по крайней мере крупных городах это точно и в принципе в москве уже вчера была скажем так не маленькая пробка да сегодня у нас выпал снег правда обещают сейчас дождь но тем не менее даже то что пойдет дождь я не знаю будет от этого хуже или лучше дождь ледяной как это было раньше соответственно все дороги будут гладкие как стекло что увеличит количество аварий что увеличить скажем так количество людей пострадавших в этих авариях да к сожалению так происходит но тот транспорт который мы имеем имеет огромное количество недостатков и один из этих недостатков не пересекаемость людьми не пересекаемость данного скажем так транспортных путей да то есть линии так далее есть решение вопроса данного благодаря используя технологии под названием skyway много еще преимуществ которые перед перечислен на данных слайдах да вот ну наверное было бы логично сейчас посмотреть ролик который продемонстрирует что из себя представляют технологии под названием skyway а именно так сейчас это называется когда-то это были просто струнные технологии потом мы с вами скажем еще раз ставим точки на и в отдельных местах вспомним отдельные моменты как что было и что происходит сейчас и перейдем к предложению которое делает компания skyway капит поэтому я предлагаю сейчас внимательно посмотреть ролик возможно есть те кто не видел еще да вот данный ролик хорошо скомпонован информативен интересен немного осталось людей которые бы совсем не слышали о skyway однако даже те кто что-то знает полагают что это нечто далекое фантастическое не имеющие лично к ним никакого отношения мы расскажем о технологии skyway и ее применение чтобы всем стало ясно что это дело касается каждого из нас что же такое skyway это проект транспортной системы основанной на применении рельсов особой конструкции располагающихся над землей по сути это похоже на метро только не подземная а надземная именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете существующая транспортная система это самое опасное изобретение за всю историю она убивает человека разрушает почву загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами поднятие путевой структуры над поверхностью земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру транснет станет не только транспортной но и коммуникационной сетью по которой эффективно безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры грузы энергия и информация поэтому сеть транснет будет настолько эффективной что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами оон ес и российской федерации и министерство транспорта российской федерации признала технологию струнного транспорта юнитского инновационной перспективной и поручила совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию создателям струнной технологии положенной в основу skyway является ученый изобретатель юницкий анатолий эдуардович почти 40 лет он работал самостоятельно но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом на базе группы компаний skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие сегодня здесь работает около 170 конструкторов дизайнеров архитекторов и штат предприятия постоянно увеличивается разработана четыре вида транспорта легкий городской грузовой и высокоскоростной городской skyway комплекс это рельсо струнная транспортная городская эстакада юнибус транспортная инфраструктура включающие пассажирские станции пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной высокоскоростной skyway комплекс это высокоскоростная междугородняя рельсо струнная транспортная эстакада высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway Complex – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Unicar и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Эко-технопарка» и осуществить сертификацию. «Эко-технопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу, улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и соответственно уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы, станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, ролик, который в принципе демонстрирует и то, что из себя представляет технология, то есть как выглядит транспорт, который мы сейчас уже внедряем практически. Осталось не так много времени для его демонстрации на территории Республики Беларусь. Основные преимущества по отношению к тем системам транспорта, которые мы с вами используем. И даже в ролике были показаны отдельные веки, которые, скажем так, были в развитии нашей компании совсем недавно. Ну, по крайней мере, форумы на транс. А сама история насчитывает 39 лет. То есть для транспортной отрасли это, в принципе, не такой большой срок. То есть 39 лет назад в голове Анатолия Дарвича Юницкого родилась идея неракетного освоения космоса. И параллельно с ним он стал думать о струнных технологиях, о струнных транспорта. Условно, историю развития струнного транспорта, струнных технологий можно разбить на 4 части, на 4 этапа. Мы сегодня находимся на 4. Как говорилось в ролике, на 4 этапе было принято решение двигаться по схеме краудрельсинга после многочисленных переговоров и поиска поддержки со стороны государственных структур, людей, мира бизнеса. Просто было принято решение после оценки интеллектуальной собственности, которая была оценена в 400 миллиардов долларов, обратиться к людям, которым и нужен данный вид транспорта. И безопасный, и высокоскоростной, и комфортный, и экологически чистый. Еще огромное количество преимуществ, которые вы видели на слайде, на самом деле и гораздо больше. Если вы не полегнетесь и зайдете на сайт нашей компании, либо на сайт Юницкого, www.unitsky.com, вы найдете огромный пласт информации, где рассказывается о преимуществах нашей технологии со всем тем, что нас окружает. Так вот, мы находимся на 4 этапе, на котором был принят план 15-этапный по выведению данной технологии на мировой транспортный рынок. И 15 этапов, каждый из которых включал определенное количество работ, которые необходимо выполнить соответственно. И выполнение этих работ нужно финансировано. Так как госструктуры, скажем так, неповоротливые и не сильно, скажем, ищущие что-то взамен тому транспорту, который есть, а бизнесмены в большинстве случаев все искали свою личную выгоду, Юницкий принял решение осуществлять финансирование строительства еще одного участка, потому что первый у него был в десятых годах нашего тысячелетия. И демонстрирует, что из себя представляют все три сегмента транспорта Skyway, городской, высокоскоростной и грузовой. И в дальнейшем выйти с сертифицированными транспортными системами уже на мировой транспортный рынок. А с теми долями компании, которые сегодня, вы слышали, в ролике предоставляются с большим дисконтом абсолютно любому человеку, проживающему в любой точке земного шара, выйти уже на прибыльность в итоге, на получение дивидендов, которым ждут уже огромное количество людей. Некоторые, даже не успев проинвестировать, стать совладельцем какого-то пакета далее компаний, на следующий день начинают задавать вопрос, когда мне будут выплачивать дивиденды. До четвертого этапа, на котором находимся мы сегодня, и целью которого на сегодня является строительство экотехнопарка в Республике Беларусь, было три этапа. Первый этап, с 77-го по середину 90-х, это именно тогда, когда появилась первая идея, первая публикация. Прошла первая научно-практическая конференция на территории Республики Беларусь, на которой присутствовали, скажем так, члены Федерации космонавтов СССР и герои Советского Союза космонавтов. Было получено признание, скажем, такой структуры, как Советский фонд мира, который выделял грант на развитие данной технологии. На втором этапе у Ницкого была создана своя научная школа в Санкт-Петербурге. Он занимался продувкой будущего подвижного состава, макета, в аэродинамической трубе. Цель – максимальное снижение коэффициента аэродинамического сопротивления, ну и, скажем так, минимальное сопротивление для передвижения на высоких скоростях. Именно в это время был получен грант Организации Объединенных Наций, были продемонстрированы действующие модели различного масштаба от 1.5 до 1.15. И плавно технология перешла на третий этап, который начался с начала этого тысячелетия и длился по 2009 год. На данном этапе он был очень важным. Анатолий Дарович Юницкого был свой испытательный участок, тестовый полигон, на котором был отработан целый ряд методик. На этом полигоне, скажем, было проведено большое количество испытаний в разных погодных условиях. Полигон посещали, скажем так, комиссии целого ряда государственных структур, в первую очередь Российской Федерации, имеющие отношение к транспорту, которые давали свои экспертные оценки и заключения. Международные делегации посещали данный полигон. Активное участие принял в реализации данного проекта. Я привык его называть генерал Лебедь, губернатор Красноярского края на то время Александр Лебедь. Он поспособствовал и выделил сумму денег на строительство данного полигона. Именно в это время были заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации по струнным технологиям. Все шло к тому, что данная технология начнет реализовываться. Организация Объединенных Наций выделила второй грант. И в 2009 году на госсовете, который проходил в городе Ульяновске, данная технология была представлена президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Те, кто пришел немножко раньше сегодня на наш вебинар, где-то минут за 10 я включал ролик про госсовет, который транслировался в прямом эфире на всю страну, где были губернаторы всех регионов Российской Федерации, министры профильных министерств. И губернатор Ульяновской области предложил внести данную технологию в список критических, которые необходимо развивать на территории Российской Федерации. Казалось бы, все, да, вроде президент, признание, и даже было распоряжение данной Бентрансу выделить порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии. Но через неделю полигон разобрали, от него не осталось практически ни следа. Было сказано, что это государственная земля, государственная территория, на ней будут строить какой-то важный государственный объект. Ну и в принципе на этом все и закончилось. Важно, что Юницкий, не закончил работа над своей технологией, упорно продолжал идти к своей цели, и сегодня мы имеем то, что имеем. Было принято решение начать прием инвестиций посредством краудинвестинга, то есть информация пошла от человека к человеку, что есть такой конструктор, что есть технология, которая может изменить жизнь человечества в целом в лучшую сторону. И появились первые энтузиасты, потом их стало больше. Сейчас вы слышали в ролике более 80 стран, сегодня уже более 90 стран, откуда люди стали инвесторами нашего проекта, совладельцами технологий. А идея проста. Соответственность, которой владел Юницкий, компания, которой он руководил, перераспределяется между теми, кто сегодня инвестирует свои денежные средства в развитие технологий. Кто-то немного, кто-то больше, кто-то много. Соответственно, у каждого свои пакеты далее компании, которые в будущем будут приносить очень серьезный доход каждому, кто примет участие в развитии нашего проекта. На данном слайде вы видите краткий перечень тех структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения по технологии во время существования полигона по московному городу Озера. От Москвы было 100 километров, планировалось построить дорогу. К сожалению, данный проект все-таки не зажил. Наверное, благодаря и государственным структурам, которые в этом приняли участие. То есть, по сути дела, конкурент, который еще не родился, его попытались затоптать в самом зародыше. Слава Богу, что не получилось. Слава Богу, что мы сегодня благодаря вам, благодаря вашей поддержке, тех, кто стал совладельцами каких-либо пакетов далее компании, двигаемся к тому, чтобы показать технологию уже в ближайшие пару недель, несколько дней осталось. Вместе со своей технологией, в период, особенно, когда был Анатолий Гардович свой тестовый участок в подмосковном городе Озера, Юнинский принимал участие в большом количестве форумов, посвященных, в первую очередь, конечно, транспортной отрасли. И было получено большое количество дипломов, наград, золотых медалей. Две премии «Золотая колесница» в номинации проект года в транспортной отрасли. Одна из них находится напротив меня, вторая у нас хранится в городе Юнинске. За все время было, скажем так, запатентовано порядка 50 пакетов на ноу-хау, которые Юнинский использует в развитии своей технологии. И можно сказать следующее, что 2014 год стал, по сути дела, установочным, началом привлечения инвестиций. Открытие нашего КБ на территории Республики Беларусь в мае месяце состоялась международная конференция, и после нее было открыто конструкторское бюро «Первое». Сегодня их 15, сегодня порядка 170 специалистов работают в городе Минске над реализацией нашего проекта. Ну и немаловажный год, наверное, был 15 год, потому что именно в 15 году он стал переломным, произошел целый ряд ключевых событий. Первые из них, что определились с участком местности, где будем строить тестовые участки, сегодня это называется «Экотехнопарк», стали за него бороться, потому что по правилам и законам Республики Беларусь данный участок местности нужно было выиграть на аукционе, который состоялся в июне. До этого месяца, до июня месяца, состоялся запуск проекта компании Skyway Capital по 24 февраля 2015 года, состоялась первая презентация. Далее, были весной проведены целый ряд переговоров с, например, в Огненных Арабских Эмиратах, в Южной Америке. Продолжались переговоры вестись и на территории стран СМГ, с чиновничьим аппаратом, с людьми мира бизнеса, и в принципе они не прекращались ни на один день. Далее, в июне месяце, 22-го числа, участок местности 36 гектар был закреплен за компанией «Струнные технологии», которой руководит Анатолий Дарвич Леницкий. 29-го числа сделали запись в едином регистре недвижимого имущества Республики Беларусь. В июле месяце состоялись первые работы на территории Экотехнопарка. Сначала был субботник, который привел в порядок территорию. Все сотрудники КБ, ну и некоторые представители из разных городов приехали помочь навести порядок на территории будущего Экотехнопарка. Вообще, это был бывший конкодром заброшенный. То есть, на котором проходили какие-то учения, тренировки танкистов и так далее. Далее, в конце июля начались первые изыскательские работы на территории Экотехнопарка. И в августе началось строительство, которое, скажем так, по мере приближения к сегодняшнему числу, к сегодняшней дате, темпы строительства нарастали. Поначалу они были, может быть, ни шатка, ни валка, как казалось некоторым. Но помимо того, что происходит на территории Экотехнопарка, это именно конкретно возведение трасс городской, легкой, грузовой трассы сегодня. Это еще и работы с потенциальными и реальными уже подрядчиками, заказчиками, куда мы размещали заказы на предприятие на необходимые конструкции, оборудование, которое сегодня будет реализовано на территории Экотехнопарка с целью демонстрации всех трех транспортных систем Skyway. Далее, что было в 2015 году еще важное, это сентябрь приезд экс-министра транспорта Австралии, господина Роза Хука, к нам в Минск, где он встретился с Анатолием Эдуардовичем, посмотрел и познакомился с сотрудниками ЭКБ, посетил территорию Экотехнопарка и понял, что это, скажем так, транспортное решение очень выгодно для австралийского континента. С тех пор он стал нашим активным союзником, соратником, сегодня он возглавляет нашу австралийскую компанию. В сентябре же того же года был получен так называемый международный инъекционный код ценной бумаги, то есть данная процедура необходима для тех компаний, которые планируют когда-либо выйти на международные биржи, что в принципе есть в планах группы компаний Skyway. Далее, в октябре месяце 2015 года состоялась процедура закладки нулевого километра дороги Skyway в Минской области недалеко от города Марина-Горка, прошла международная конференция, на которой было несколько десятков инвесторов, приехавших в ЭКБ выцелить свои именные деревья. В ноябре 2015 года руководство группы компаний Skyway приняло решение о запуске нового на тот момент, сейчас уже привычного инвестиционного продукта, это приобретение пакетов долей компании в рассрочку. Данное, скажем так, решение оказалось очень эффективным и на сегодняшний день процентов 80-90 всех приобретаемых долей компаний двигаются по этой схеме. Чем это удобно? Это удобно тем, что мы можем наперед видеть, какие деньги к нам придут в компанию в следующем месяце, а мы уже говорили, у нас есть четкий 15-этапный план, в конце контору предполагаемая стоимость одной отдельно взятой доли будет составлять 1 доллар США. Сегодня вы можете приобрести эти доли за несколько центов, за несколько десяток долей центов. И мы плавно перешли в 2016 год. В 2016 год, кстати, если стать по рассрочке, это удобно нашим клиентам, потому что инвестируя незначительные деньги ежемесячно, вы на выходе можете получить довольно серьезный пакет долей компаний, которые, скажем так, к 2017 году каждая отдельно взятая доля будет стоить 1 доллар. В 2016 год начался с письма Анатолия Дарвича Дмитрия Анатольевича Медведева, который сегодня премьер России. И в этом письме он поблагодарил Медведева за то, что он обратил внимание на технологию в 2009 году и сказал, что вопрос, который вы задали, это где-то было за минуту до окончания ролика, если вы внимательно смотрели, а найдете деньги, деньги мы нашли, поезжайте и посмотрите, что мы будем демонстрировать в этом году, в конце года на территории Республики Беларусь. Далее было, вы видели в ролике, признание технологии Минтрансом Российской Федерации инновационной, потом его признали перспективной территории Российской Федерации. В планах компании было в начале года, я помню прекрасно, в феврале, принять участие, создать мероприятие под названием ЭКО-фестиваль, оно успешно прошло с 23 по 24 апреля на территории Минской области, на территории технопарка и города Минска. И было в планах строительство городской трассы Skyway, легкой трассы Skyway, мини-байков, и грузовой трассы Skyway. Все это планировалось на 2016 год и в принципе сейчас все это происходит. Плюс ко всему, где-то в феврале месяца Анатолий Дарвич, руководство нашей компании, получило письмо приглашения на выставку Иннотранс, про которое в ролике было сказано очень много, с 20 по 23 число мы приняли участие в этом мероприятии, очень успешно. Сказано около 4 тысяч стендов, то есть было порядка 2900 экспонентов, наверное, можно так назвать, кто принимал участие в выставке фирм. И вот из этих 2900 фирм, 60 наиболее посещаемых стендов, вошла и наша экспозиция. На данном слайде видите фотографии, я думаю нет смысла сейчас оставлять, ну скажем так, сосредотачивать внимание именно на этом. Но после этого прошла еще череда мероприятий, череда событий, которые в принципе поначалу года не планировались руководством нашей компании. Это приглашение от Минтранса Республики Беларусь принять участие в международном форуме Белорусской транспортной недели, то есть назывался он транспортно-логистикой 2016, который успешно прошел на территории города Минска, на проспекте Победителей, в крытом манеже футбольном. Нашу экспозицию посетили министры как минимум трех государств, транспорта это Литвы, Польши и Белоруссии. Также наш экспозиционный стенд посетил первый заместитель премьера Республики Беларусь, который отнесся, скажем так, с полной серьезностью к тому, что рассказывал Анатолий Дарчунинский, это можно увидеть в ролике. И по сути Анатолий Дарчунинский заручился его поддержкой в плане ходатайства перед президентом Республики Беларусь о выделении 15 километров, скажем так, участков небольшого, где мы сможем продемонстрировать в 2017 году возможности высокоскоростного скайверя. После этого мероприятия буквально на следующей же неделе с 11 по 14 число прошло еще одно мероприятие под названием Белорусский энергетический и геологический форум и в нем мы тоже принимали участие. И, кстати, по окончании данного форума был проведен во время его действия опрос среди тех, кто посещал данное мероприятие. Мы заняли первое место по признанию, скажем так, посетителей данного форума, что наша экспозиция была самая интересная, что тоже очень важно. И параллельно вместе с форумом, который проходил в Белоруссии, в Австралии, в этом году право проведения мероприятия интеллектуальной транспортной системы было ввода на Австралии, в городе Мельбурне, господин Родхук, который возглавляет нашу австралийскую компанию, вместе со специалистами компании Ауркон, которые приезжали в июне 16-го года на территорию конструкторских бюро в Минск, чтобы своими глазами увидеть то, что им рассказывал Родхук. Посетив наше КБ, специалисты компании Ауркон принялись работать над реализацией нашей технологии на территории австралийского континента. И вот на данном транспортном форуме, в котором имели право принимать участие только те компании, которые представляют полностью автоматизированный транспорт, они представляли нашу компанию. Это тоже большой-большой плюс. Мы раньше часто, скажем так, сидели и мечтали о том, когда же о нас кто-нибудь где-нибудь хорошо расскажет. То есть, если у нас появлялась новость какая-то, что про нас напечатали статью где-то, либо по телевизору чего-то рассказали, мы прыгали чуть ли не до потолка и очень радовались этому событию. Сегодня практически каждый день в различных средствах массовой информации выходит либо большая статья, либо небольшое упоминание о том, что есть такие струнные технологии, что их развитием занимается Анатолий Дарчуницкий со своей компанией на территории Республики Беларусь и так далее, и так далее, и так далее. То есть, раньше у нас был слайд, испещенный такими мелкими фотографиями, весной, скажем так, их было, может быть, порядка 6-8 на этом слайде. Сейчас просто выделил, наверное, основные, которые были опубликованы в последнее время. После мероприятия, которое называлось Анатранс, Крис, в принципе, вы видели его ролики, распространил 3000 своих журналов, на крупном банковском форуме, проходящем в столице, я не помню, в Женеве проходил этот форум, посвященный. Тематика была посвящена банковской системе SWIFT, да, вы знаете, есть такая система банковских переводов денежных и так далее. Вот на этом форуме было рождено участникам данного форума 3000 экземпляров журнала FinFuture, в котором был как раз-таки изображен Анатолий Дарчуницкий, статья о струнных технологиях и так далее. Белорусский портал «Кумбай» непосредственно перед мероприятием транспортного логистика 2016 в большой-большой статье, посвященной этой выставке, выделил довольно приличный кусок, да, место, где рассказывал технологию струнного транспорта и о том, что это белорусская технология, то, что данная технология приняла участие в транспортном форуме, который состоялся в Берлине, с большим успехом там и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, о нас говорят, о нас показывают. Ну и, скажем так, перестали испытывать какой-то, наверное, дискомфорт от того, что вроде бы о нас никто не знает. Сейчас, скажем так, такие издательства, как Интерфакс, вы знаете, да, уже не сильно-то мы вспоминаем, что когда-то они помещали о нас статьи, потому что это стало обыденностью. То есть, мы уже начинаем привыкать к тому, что к нам пристальное внимание, много, скажем так, положительных отзывов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, важно понимать следующее, то, что мы действительно близки к реализации данного проекта. Мы сегодня не находимся, скажем так, в состоянии каких-то просителей, уговаривателей, кого бы то ни было, да, чтобы на нас посмотрели, чтобы нас кто-то заметил. То есть, мы сегодня спокойно делаем свое дело. Эта технология, скажем так, близка к реализации на территории Эко-технопарка, к демонстрации. Все должно состояться в конце этого года. Ну и, наверное, прежде чем перейти непосредственно в компанию Skyway Capital, скажу еще, наверное, два важных момента. В ближайшее время нас ожидают еще два события. Одно из них, наверное, в первую очередь касается технологии. То есть, это мероприятие, которое пройдет в конце ноября-начале декабря месяца под названием «Транспорт России-2016». Это будет проходить в гостином дворе в Москве, и мы там тоже будем выставляться. Причем мы будем находиться рядом с Минтрансом. То есть, у нас будут соседние стенды, соседние экспозиции. Ну и важное мероприятие, которое, наверное, в первую очередь важно для развития проекта компании Skyway Capital, это партнерское мероприятие, которое пройдет в Петербурге. Оно состоится в декабре, поэтому я вам просто кратко говорю пока, маленький анонс, следите за информацией, которая будет подробно изложена, когда, в каком месте, где пройдут данные мероприятия, как на них попасть, что это может вам дать и так далее, и так далее, и так далее. Теперь же предложение компании Skyway Capital. То есть, фактически, в ролике вы видели процедуру как раз подписания договора между Евгением Кудряшовым и Анатолием Дарчем Миницким. Более полный ролик вы можете посмотреть непосредственно на сайте компании Skyway Capital. Компания Skyway Capital была создана для привлечения инвестиций. То есть, мы являемся официальным партнером группы компании Skyway, зарегистрирована в Великобритании и на базе краудинвестинга на той же платформе, работаем с физическими лицами, с частными лицами, проживающими в разных уголках земного шара. Благо, у нас сайт сегодня, скажем так, многие страницы переведены уже порядка на 10 языков мира, на которых наиболее часто говорят жители Земли. И наша задача привлекать инвестиции для финансирования тех самых работ, которые прописаны в каждом этапе реализации технологий по 2017 год. Сегодня мы на восьмом этапе, как говорилось в ролике. Те люди, которые становились владельцами пакетов долей компании в январе 2014 года, это был первый этап, да, по сути дела. Ничего еще не делалось, только, скажем так, привлекались деньги. Не было ни предприятия, которое будет заниматься разработкой технической документации, ни тех людей, которые будут потом реализовывать, путевую структуру, как она должна выглядеть и так далее, и так далее. Поначалу было только привлечение денежных средств. И у тех людей, которые пришли на первом этапе, был максимальный уровень доходности, он составлял в 250 раз до полутора тысяч. Возможно, сейчас в комнате даже есть люди, которые начали инвестировать в наш проект в январе, феврале и марте 2014 года. Сегодня, так как мы уже перешли на восьмой этап, рисковость инвестиций в наш проект снижается, скажем, днем. Ну и венчурная премия тоже уменьшается, потому что, скажем так, нельзя все время раздаривать, да, то, чем ты владеешь. И цель – это максимальная капитализация, максимальное привлечение денежных средств, строительство экотехнопарка, демонстрация сертификации транспорта. И вот когда, скажем так, количество денежных средств будет привлечено достаточное для выполнения этой задачи, прекратится инвестирование в корневую компанию, технологию, да, то есть люди перестанут становиться совладельцами технологии. Сегодня данная возможность есть у каждого. Задача компании Skyway Capital сегодня – это привлечение максимального количества инвесторов, максимальное количество инвестиций на платформе краудинвестинга и на основе микрофинансирования. То есть сегодня абсолютно любой человек, даже из категории, как я обычно говорю, студенчества и пенсионеров, это наименее защищенные, скажем так, категории граждан в большинстве стран мира, могут стать совладельцами данной технологии и иметь, пусть небольшой, но пакет долей компании в нашем проекте. При определенных обстоятельствах и действиях, которые они могут делать, это могут делать все, они могут стать крупными владельцами портфеля инвестиций в проекте группы компании Skyway. Задача, которую ставит перед собой еще компания Skyway Capital – это создание благоприятных условий, максимально, скажем так, комфортная навигация в личном кабинете партнера, то есть чтобы вы легко могли найти информацию о том направлении, в котором вы ищете, чтобы вы легко могли разобраться, как вы можете стать инвестором, при помощи каких платежных систем. Если у вас будут возникать какие-то вопросы и сложности, вы можете их задать специалистам отдела информационной поддержки в Москве, либо службе технической поддержки прямо на страницах сайта, либо в личном кабинете. И, конечно же, задача, одна из самых важных, это своевременное информирование каждого отдельно взятого нашего партнера, клиента, инвестора обо всем том, что происходит в развитии технологии Skyway, в развитии проекта Skyway Capital, то есть о мероприятиях, событиях, промо-акциях, о ваших выгодах, которые вы можете получить, и максимально упростить вашу работу, если вы делаете какие-то шаги и создаете бизнес по партнерской программе вместе с компанией Skyway Capital. На данном слайде вы видите прайс-лист нашей компании, стандартный прайс-лист, мы это называем. То есть то, что я говорил, любой человек может проинвестировать сумму меньше тысячи рублей в месяц, точнее тысячи рублей, извините, приобрести себе 450 долей нашей компании. То есть на выходе потенциально это 450 долларов Соединенных Штатов Америки. Чем больше пакет вы можете приобрести сегодня, то есть позволить себе это сделать, тем большее количество долей компании будет вам приобретено. И уровень доходности на каждом последующем пакете все-таки немножко выше. Чем больше инвестиций вы делаете, тем выше уровень доходности по тому пакету, который вы приобретаете. Но вас никто не заставляет выжимать из себя последние соки, силы, последние деньги, отнимать, скажем так, деньги на обед у своих детей и внуков, ради того, чтобы купить какой-то пакет, а потом сидеть как Медведе мой в берлоге, месяца три и ничего не есть, и объяснять детям, почему они голодны. То есть делайте простой шаг. Есть у вас немножко денег для того, чтобы сделать минимальную инвестицию, но вы хотите стать крупным инвестором. Предпринимайте те шаги, которые мы вам рекомендуем делать. Какие мы буквально через 2-3 минуты поговорим о них. Также я здесь выделил пакет, который стоит, например, 1000 долларов. Если мы говорим о мире инвестиций, если вы читали книги, если, возможно, вы посещали какие-то тренинги, возможно, вы читали Киосаки, Блодо Шефера, кого-то еще. Всегда говорится, что мир инвестиций, инвестиции это то, что может вам принести отложенное вознаграждение. То есть те небольшие деньги, которые вы ежемесячно можете откладывать, инвестируете в что-то, что сделает вашу жизнь, скажем так, более финансово наполненной через какой-то промежуток времени. Так вот наши инвестиции, они очень похожи на те, которые делают люди из разряда мультимиллионеров или миллиардеров. То есть, как правило, в мире капитализма происходит следующее, что люди, которые обладают большими деньгами, они распознают благодаря своим агентам, своему уму инвестиции, точнее, скажем так, растущие компании с хорошей идеей, которые могут принести пользу человечеству, скажем так, миру в целом, и на этом можно заработать. Они инвестируют в эти компании свои деньги, эти компании выходят на рынок, на биржу, акции начинают, скажем так, из потенциальной расти, и богатые становятся еще богаче. Сегодня вот такой шанс предоставляется вам. В ролике вы слышали, что группа компаний Skyway, по сути дела, это со стороны напоминает как появление интернета в сфере коммуникации, так и появление компании Skyway в транспортной отрасли, это примерно то же самое. Действительно, это может выглядеть именно таким образом, потому что, смотрите, транспорт нам нужен даже больше сегодня, чем планшеты, смартфоны, мобильные телефоны и так далее, которым пользуются сегодня миллионы и миллионы людей. Представьте себе ситуацию с 70-го года, когда Стив Джобс или Билл Гейтс обратились к людям, которых окружали, и сказали, слушайте, у нас классная идея, мы будем создавать программы, мы будем создавать устройства, которыми будут пользоваться миллионы. Дайте нам немного денег, и вы станете очень богатым через короткий промежуток времени. Большинство не верило, но были те, кто поверил. Ну и смотрите, что произошло с этими компаниями. Сегодня компания и Microsoft, и компания Apple входят, скажем так, в десятку крупнейших по капитализации, и люди, которые в свое время сделали правильный шаг, сегодня очень хорошо себя финансово чувствуют. Они каждый день занимаются тем, что любят. Они делают то, чтобы думать о том, чтобы выжить. Поэтому у вас у каждого есть такая ситуация, принять участие в нашем проекте. Я уже говорил, что в планах группы компаний Skyway через какой-то промежуток времени освоить порядка 30-50% всего мирового транспортного рынка под данную технологию. А емкость транспортного рынка заметно больше, чем емкость рынка IT-технологий, интернет-технологий, высоких технологий, коммуникаций и так далее. В денежном эквиваленте это гораздо больше. И все-таки еще раз я наставил на том, что ездить нам самим, перевозить грузы гораздо более важно, чем в планшете сидеть и играть в какие-то игрушки. Хотя за это люди платят сумасшедшие деньги. Итак, друзья, у нас есть еще пакеты, которые мы считаем выгодными. Это приобретение пакетов долей компании Skyway Crypto в рассрочку. Пакеты Start, Senior, стабильный бизнес стали для нас привычными. Единственное, наполнение долями компании, конечно, сильно изменилось с момента запуска данных пакетов. А запустили мы их в январе. Тогда больше стоит об развитии группы компании Skyway, потом был седьмой, сегодня восьмой. Сегодня, если вы ежемесячно инвестируете 25 долларов в США, суммарно 250 долларов за 10 месяцев, у вас есть возможность получить 22 с половиной тысячи долей нашей компании. Помните, потенциально это 22 с половиной тысячи. Если вы делаете простые шаги, которые прописаны напротив каждого пакета в рассрочку, там есть дополнительные условия, то вы можете дополнительно еще получить 5, 8, 40 и 63 тысячи долей компании, помимо того, что вы видите большими цифрами на данном слайде вверху. У нас появился пакет Business Start, который вы можете себе приобрести, дважды сделав платеж по 300 долларов, вы получите 75 тысяч долей компании. Если вы сделаете двойной платеж в течение 24 часов, не позднее второй сделаете после первого, вам еще 24 тысячи долей компании подарят. Очень выгодный пакет. У нас есть пакеты в рассрочку, которые в принципе были созданы по просьбе наших западноевропейских, центральноевропейских партнеров, потому что проинвестировать 500 долларов ежемесячно, скажем так, на протяжении 10 месяцев, для большого количества людей, проживающих в Евросоюзе, на территории Европы, это в принципе не убийственная инвестиция, это, скажем так, часть их дохода, у кого-то может быть 10, у кого-то может быть 5% от дохода, поэтому люди безболезненно делают такие шаги. Пакеты это от 500 долларов ежемесячная оплата до 5 тысяч, потому что люди приобретают с выгодным дисконтом, вы видите, от 230 или 280, и становятся владельцы миллионных пакетов долей компании. То есть на выходе 5 тысяч проинвестировали за 10 месяцев, в такие рассрочки можно гасить быстрее, что тоже очень важно. Есть пакеты для приобретения на своих несовершеннолетних детей. То есть вы можете заранее, заведомо обеспечить безбедное финансовое будущее своим детям, которым сегодня от 0 до 17 лет. Появились новые пакеты под названием мультипликатор. У нас большое количество людей, которые в своем личном кабинете имеют там 200, 300 тысяч, 500 тысяч, миллионы более долей компании, уже купленных. Если они выбирают одну из этих рассрочек, 100 долларов, 250 долларов в месяц, либо 500 долларов в месяц на протяжении 10 месяцев, то по окончании выплат этих рассрочек им начисляется то количество акций, которые выделены в прямом угоне вверху. Оно плюсуется с тем количеством акций, которые есть в личном кабинете и на общее количество начисляется на премиальный счет дополнительно либо 1%, если вы выбрали первую рассрочку, 2%, если вторая, и 3%, если это третья рассрочка. То есть это тоже очень выгодные пакеты, причем и для новичков, и для тех, кто уже давно стал инвестором нашего проекта. Пакеты на транс, я думаю, его давно никто не успел забыть, возможно, есть те, кто его не видел, но суть в чем, если вы готовы инвестировать в 1000 долларов, вы помните, на первом слайде выделил сумму 1000 долларов, то за первый платеж вы получите 150 тысяч долей нашей компании. Если вы не позднее, чем через месяц, купите второй пакет, также на желтом фоне в нашем личном кабинете, за 1000 долларов, вам уже начнется 200 тысяч, а если еще и третий приобретете, то получится 250, то есть суммарно 600, а, скажем так, средний дисконт по пакету инотран будет составлять 200 раз. Это где-то на 50, 50 раз больше, точнее на 50 единиц дисконт больше, чем просто, если вы купите пакеты в стандартном прайс-листе. Есть пакеты для приобретения разовым большими платежами 5, 10, 25 и 50 тысяч долларов, это для тех людей, которые хотят еще увековечить свое имя на территории технопарка, высадить, скажем так, дерево редкой породы, возле которого будет прикреплена ваша табличка, что вы являетесь инвестором, и это сохранится на долгие-долгие годы. Для людей, которые поняли перспективу развития еще бизнеса по партнерской программе с компанией Skyway Capital, для тех, кто не безразличен к деньгам сегодня и хотел бы стать успешным еще до момента выхода группы компании Skyway на рынок транспорта и рынок инвестиций, у нас есть партнерская программа, и те, кто строит бизнес по партнерской программе, у них есть бонусный счет, на который мы начисляем вознаграждение в соответствии с теми процентами, которые есть в нашей партнерской программе. Так вот, с бонусного счета есть возможность приобрести очень выгодные пакеты с хорошим дисконтом, но вы понимаете, это доступно только тем, кто как раз таки развивает бизнес по партнерской программе. Пакеты стоимостью 250, 400, 1000 долларов и 1800 долларов США. Помните, я выделил сумму 1000, да? Дисконт 150 у нас в стандартном исполнении, дисконт 200 средний при покупке пакета инотранс, и дисконт 209, если вы приобретаете за 1000 долларов пакет с бонусного счета. То есть он намного выгоднее. Далее, коллеги, у нас есть, как я говорил, партнерская программа. Любой из вас, помимо того, что он стал совладельцем технологии, то, что он стал совладельцем долей компании, которая в будущем принесет доход либо в виде дивидендов, либо в виде перепродажи какой-то доли своей, кому бы то ни было, у нас есть возможность зарабатывать деньги уже сегодня. Создать бизнес по партнерской программе, не перетаскивать круглое, не перекатывать квадратное, не делать тяжелые какие-то физические усилия и упражнения, а благодаря тому, что вы сотрудничаете с нами в информационном поле, благодаря тому, что вы популяризируете нашу компанию, наш проект и технологию, у вас есть возможность зарабатывать проценты тех инвестиций, которые приходят в нашу компанию. И у нее есть большое количество преимуществ, о которых в основном мы говорим на вебинарах по партнерской программе вторник и пятница. Кратко можно сказать, то, что я уже говорил. Проинвестировав даже 15 долларов, вы можете стать обладателями крупного пакета долей компании, если двигаетесь по партнерской программе, потому что по мере вашего роста по квалификациям у вас идут начисления на бонусный и с третьей квалификации лидер идут начисления на акционный счет. Деньги с акционного счета вы можете реализовывать только на приобретение пакетов долей компании. Бонусный можете выводить. То есть, те люди, которые строят активный бизнес по партнерской программе, у них, как правило, большие начисления на акционный счет и они становятся водительцами крупного пакета долей компании в нашем проекте. У нас большая глубина выплаты и вознаграждений. Само вознаграждение выплачивается в размере от 0,1 до 20% от создаваемого вами товарооборота. То есть, никто у вас не может поставить жесткие рамки, вам не нужно подтверждать квалификацию, делать какие-то жесткие ежемесячные покупки, объемы там и так далее, и так далее. Для тех, кто активно строит бизнес по партнерке, у нас есть инструменты. Они простые, я не могу сказать, что они там 100% имеют эффективность, что если вы нажали эту кнопку, соответственно, у вас там, скажем так, на следующий день придет 100 партнеров. Но, тем не менее, умелое использование этих инструментов может вам принести и рост вашей партнерской структуры и получение дохода уже сейчас. Это планы вознаграждения, реферальные ссылки, баннеры для тех, кто умеет строить бизнес в интернете и разместить просто красивую картинку на своем блоге либо в сайте. Картинка привлекает внимание 24 часа в сутки. Люди нажимают на эту картинку, переходят на интернет ресурсы нашей компании, знакомятся с информацией, нажимают регистрация и это ваши реферальные партнеры. Даже если вы их не знаете, даже если они живут, скажем так, с противоположной стороны земного шара. То же самое происходит с разделом новостей в разделе события, если вы делитесь этими новостями в соцсетях. К ним прикреплена ваша реферальная ссылка. К инструментам развития бизнеса у нас относятся подобные вебинары, на которые мы рекомендуем приглашать новичков, чтобы они получали информацию мелк вас, мелк тех, кого они знают хорошо. Тем более, вы можете быть врачом, вы можете быть учительным физкультурой, военным, кем угодно, специалистами в той сфере, в которой вы были вчера. И рассказать человеку об инвестициях, о технологиях транспортных и так далее, не все будут вас слушать. А вот людей, которых они не знают, они могут потом задать вам свои вопросы и стать вашим потенциальным партнером. В принципе, это одно из правил работы успешной по партнерской программе, чтобы кто-то другой вместо вас рассказывал о том, что вы хотите предложить. К инструментам относится большое количество вебинаров, которые проходят ежедневно, в комнате «Мерополю», таких вот, как сейчас, только на разных языках, в разное время. Живые презентации, которые каждый день проходят в целом ряде городов, страны сомнений, не только, то есть по всему миру. Далее, периодические промо-акции, которые случаются в нашей компании. Расписание мероприятий, которые у нас проходят в режиме онлайн либо живых презентаций, вы можете найти в разделе «Расписание вебинаров». Две таблицы, фамилии, имена ведущих, города, в которых проходят живые презентации, телефоны ответственных, на сайте юницкий.ком, о котором мы уже говорили несколько раз, каждый понедельник выкладывается, скажем так, объединенное расписание, в котором телефоны, проводящих мероприятия, живые люди, не указываются, но там зато указывается точное время и адрес проведения мероприятия, куда вы можете отправить своих друзей, знакомых, родственников, проживающих в том регионе. Они могут получить информацию, выйти на вас, задать вопросы и стать вашими партнерами. Я вам рекомендую данную возможность использовать. Как и в целом здесь написано, отличная возможность принять участие в инновационном, инвестиционном проекте, в котором вы можете вложить свои физические усилия, моральные, духовные, финансовые, какие-то средства, в большей-меньшей степени, поначалу, и стать успешным в финансовом плане уже сейчас и в недалеком будущем. Данный проект, который серьезно может изменить жизнь к лучшему, территории, на которой будут применяться данные технологии, строятся дороги, скажем так, средний уровень жизни людей сильно вырастет. Появится огромное количество специальностей, это как и в примере с интернетом, то есть до прихода интернета в нашу странную жизнь был один перечень специальностей. Сейчас значительно увеличился список тех специальностей, которые мы знаем. Появились те, которых не было еще 5-10 лет назад. То же самое будет происходить с технологией Skyway. Ну и в целом, в принципе, то, что я хотел вам сказать, я сказал. На данном слайде вы можете видеть наши координаты в Москве. Рад вас видеть на наших мероприятиях. После меня будет мероприятие, которое будет проводить господин Маслов, Владимир Маслов. То есть он рассказывает о юридической стороне вопроса взаимодействия с нашей компанией, о базисных проектах, о преимуществах технологий, как запускать адресные проекты, как работать с людьми, которые могут инвестировать в крупные денежные средства. Поэтому я вам рекомендую вебинары Владимира Маслова посещать, как и всех остальных наших лидеров, которые вы можете найти в расписании раздела события нашего личного кабинета. У меня же на этом все. Мне осталось только вас поблагодарить. Старался максимально кратко и четко говорить о том, что есть. И почти у меня получилось поместиться в 50 минут. Спасибо вам за это, за то, что были сегодня с нами. Всем хорошего вечера, всем хорошего окончания недели. До новых встреч, Субтитры создавал DimaTorzok